Итак, всем привет, я Артём Петров, и это новая очередная серия City Skylands. В прошлой серии мы построили несколько районов, тем самым соединив, объединив город в единое целое, и построим несколько пригородной части. В этой серии мы будем строить современный район, но перед этим я хочу сказать, что игра давала сбой, и я часто тестировал игру на прочность, и мне нужно было что-то строить. Вот я, например, построил вот эти домики, продлил дорогу на выезд и прям просоединил. Построил вот этот район монотонный такой вот, но он мне на самом деле не нравится, я его, наверное, переделываю. Вот. Деревня, ну вот такая вот частный сектор внутри города, основу которого я брал из засуха, улица Плещеева, загуглите. Интересное место. Также трамвайка посередине. Также деревянные дома, ну и добавил немножечко отсебятины, такой вот там пригород, там церковь и, ну, кладбище. То есть это раньше было отдельно деревянное. Этот район Грэс, то есть я построил гидролегистрационацию, и здесь вот этот вот парк, и такие вот здания, такие ранние хрущевки, ну или там ранние, ну, понятно. И вот этот современный район. Я его просто начал, вот эта лента, это также аллея на вокзал. Тут просто появился вокзал, здесь коммерция, вот. Ну, видно все. Думал, понятно, я с ним. Значит, почему не было так давно серий? Все просто компом. Ну, как комп? Игра сдохла. Я еще забавно то, что я говорил в прошлой серии Ситиса, что... Что я говорю? Я сказал, что... Проследняя серия будет тогда, когда игра полностью отвалится и не будет работать. Ну, в принципе, оно и произошло. Вот сейчас это было видно, как я решил проблему. Решил проблему довольно-таки просто. Записываю не игру, а захватываю экран сам. Экран захватываю. Тем самым записывается сама игра. В принципе, даже перестало вылетать, потому что раньше... В одной серии Ситис Матиона 2 я говорил, что игра вылетает чисто из-за того, что... Нагружается комп, по-моему, переполняется просто там что-то... Не помню, на самом деле, подробности. Но, в принципе, это не важно. Главное, что игра, в принципе, как-то живет кое-как. Игра вылетает при сохранении. Поэтому я очень сильно рискую, играя вот так вот. Потому что может просто раз вылететь, и все. И я ничего не поделаю. Ничего не изменю. Своей жизни. И... Будет печально. То есть, если я построю что-нибудь такое прям грандиозное, игра возьмет и вылезет. То это прям, ну... Как минимум, я расстроюсь. Вот. В общем, я уже начал строить современный район. Из таких вот какой-то коллекции современных домов. Такие вот, которые с какими-то цветными вставками. На самом деле, прикольно смотрятся. Как-то дорого-богато, по-своему. Вот. Вот поправляю некоторые моменты. Все-таки построю на каком-то некотором склоне. И посередине поставлю офисное здание из той же коллекции. Я сначала сюда хотел поставить, примерить, но тут все-таки склон. Поэтому как-то так себе выглядит. Ну, вернул. Также скопировал дом. Копирую дома. И ставлю с помощью мода Moved. Тоже загуглить. Можно найти и в коллекции Steam'а, и в этом. Ну, и в других там местах. Не буду подавлять о вас подробностей, как говорится. А то, ну, на всякий случай. Вот. Решил поставить офисное здание вот таким вот способом, чтобы придать к этому какой-то некий три... Некий три. Некоторый индивидуализм, некоторое какое-то дизайнерское решение. Но, в принципе, это полный... Чё полный? Полный... Забыл слово. Ну, не суть. Провожу дворы. Дворы. Вот, дворовая... Творовые дарой. Сетка. Смешно, когда что-то придумают какие-то слова, чтобы говорить. А саморазон поскончился. Бывает. Вот. Закрашиваю территории, некоторые пробелы в земле. И ставлю парковки. Парковочные места. Район современный, поэтому там большой будет напор. Напор. Упор будет большой на парковочные места. То есть... Чё то есть? Ну, то есть это нужно. Типа... Город современный. Упор на автомобили. Автомобилизация. Технология. Процесс. Фигню не сукоричу. Построил, да. Эти. Парковочные места. Вот. Продлеваю так же вот. И строю улицу. Которая будет вести прям к офису. И с улицы это будет смотреться даже как... Чё то красивое. Ставлю. Площадки. Парки. Скверы. И засаживаю деревья. Потому что с деревьями район выглядит более целостно и более привлекательно. Так сказать, небольшие авокаржи. Ну да. Мем нужен. Только я сам сам смеюсь с собой. Не суть. Вы поняли. Вот. Всё. Закрашиваю. Некоторые участки. Вот. Ну сейчас вот закрашусь. Да. Вот. Так сказать. Пробелы такие травянистые не нужны. Всё-таки. Повторюсь. Ну сколько я расскажу. Район современных. Асфальта будет бухано много. Район даже получился каким-то богатым. Что нетипично для моего строительства. Я всё-таки пытался сделать упор на какую-то, блин, какую-то импровизацию, какую-то нищую атмосферу, какая-то коррупционный город, запущенный. Ну, допустим, это когда-то было построено и это стало красиво и даже, может быть, стало достопримечательностью города. Так, здесь будет ещё коммерция. Это автосалон. Также не забываем про воду. Соединять. Без воды жить. Такое. По сочувствованию жителям Африки. Вот. Аллея теперь стала, а не улица. Я посчитал, что так будет получше. Вот. Ну и также решил ещё поставить сюда коммерческое здание. Такое крупное, какой-то большой торговый центр. Понятия не имею, как он называется. Он как-то, ну, пуй будет. Птица. Прикольно. Так. Засаживаю также деревья, вот, парковка и ещё. Вот, ставлю. Также копирую. Копирование, кстати, очень удобное. Всё-таки смывы там, так, чтобы ставить, выставить себе это. Ну и также побольше парковочных мест. Вдоль этой дороги. Вот именно ещё помимо деревьев, установки деревьев, закрашивание территории, ещё тоже как-то смотрится. И это выглядит даже прикольно и приятно. Приятно. Ну да, приятно. Вот. Чё здесь будет? Вот напротив рельсы я так и не придумал, что ставить, так что я пока оставил пустое место. Вот. Ну вот, выглядит уже полноценно, полноразмерно, полнозапасно. Так, удавляю деревья с этого квартала и тут буду ставить тоже какую-нибудь коммерцию, чтобы продолжить. Сначала хотелось бы это здание поставить, но пришил её оставить на потом. Вот, нашёл какие-то ещё у меня были мод на какое-то вот это коммерческое здание. Я не знаю, что это такое, но... Без вывесок, без ничего, но в принципе сойдёт, смотрится. Так. Так же, думаю, чё сюда поставить? Поставил KFC? Или нет, не поставил? А, ещё не поставил. Чё сейчас будет? Я даже не помню. Ну, парковку, понятное дело, поставить. Парковка святая. Но не везде. И сюда я, ладно, скажу наперёд, решил поставить отель. Какой-то такой вот Лоуман-Вихи отель. Вот это вот здание. Но сюда... Ну, в принципе, вписаться можно. То есть, по-своему как-то архитектурно, как-то вычурно и интересно. И этого мне нравится. Самое главное. Так же закрашиваем. Вот сюда поставил KFC. KFC же это? Я просто не вижу. Допустим, KFC. Вот. Ну, общий вид, общий план. Сюда я решил поставить в этот кварталчик маленький, оставшийся. Нет. Это я просто закрашиваю асфальтом. Он, в принципе, нормальный. И вот в этот оставшийся кусочек я решаю поставить... Какого? Автобусную конечную. Как будто бы новая автобусная... Автобусная... Автобусная конечная. Я оговорил буквы. Автобусная конечная 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 конечная. Вот, кратко говоря. Так, разносторонние дороги. И вот в таком все это в виде будет иметься. Иметься. Как бы вид иметь. Конечно, странно, что рядом есть вокзал. И там кольцуются некоторые автобусы. Некоторые маршруты. Но, допустим. Типа, есть такое. На практике России. Что поставят рядом какую-то конечную. Абсолютно другую. Абсолютно другого типа. И который, ну, не знаю, есть смысл или нет. Также облагораживаю эту конечную. Насаживаю такими клумбами. И еще. Еще всякие декоративные пропы, чтобы как-то обкрасить, облагородить территорию. Я могу поставить на паузу и искать что-нибудь. Но, блин. Вот в чем проблема. Пауза в Сити-Се может тоже опасно быть, потому что так же может вылить. Вылететь игра и ничего не сохранится. Повторюсь, я не сохраняюсь. Это все одним, блин, дублем. Одним. На одном дыхании, так сказать, делаю. И... В принципе, даже сделал. Скажу наперед, все удачно. Ничего не вылетело и... Ну, самое главное, что приятно. Приятно, когда все идет по плану. Вот. Сюда я хотел какой-то навес поставить, но ничего не нашел. Просто нашел какую-то рекламную будку. Просто поставил, чтобы было. Ну, и... Ну, и самого этого не нашел. Поэтому просто плюнул. И решил сюда сразу пустить... Пустить... Маршрут. Вот. Сначала поставил такую остановку. Такую вот понтовую. Типа современного Орёка. Ну, кто же коммерции. И вот все опускаю маршрут. Автобусный. Я его хотел с... Не знаю сейчас с кем соединить, но решил сразу плюнуть, соединить почти со всем гордым. Прямо довести до самого юго-восточного района, прям через центр. Ну, не через центр. Ну, через рынок. Рыночный город. Все-таки повторюсь, у меня район называется... Район называется по-району. Да. И вот. Ну, я уже все соединил. Пустил мимо этого района еще. И все. И соединяюсь. Также решил соединить с вокзалом. И тут проблемы просто были. Почему-то автобус приехал через какие-то девры. Поэтому так соединю. Переименовывал маршрут. Перекрашиваю линию. И пускаю на него МАЗы. Среднего класса. Ну, как бы странно, что... Такой большой маршрут. Такие небольшие автобусы, но... Пусть будет так. Я посчитал нужным. Так. Ну, с современным районом все. Можно сказать. Только засадить деревья еще. Там, где нету асфальта. Потому что либо асфальт, либо деревья. Либо асфальт, либо деревья. ЛА, ЛД. Вот. Сюда я решил поставить все-таки более старый район. Более какой-то исторически важный. Исторически ценный. Тем самым подчеркнув все-таки причастность города к росту. Фигню с морозом. Согласен. Сюда так же вот остановка снеслась. Так же поставил. Здесь этот, как его, здоровый. Напротив трамвайки. Ну и тут будет такой вот квартал. Тоже образуюсь. Образовывается. Дальше вот это вот, на самом деле, мутная тема. Как-то мне, на самом деле, то, что получилось, то вот разметка на будущее, она мне не особо зашла. Все-таки что-то я смотрю, и что-то мне не нравится. Какие-то эти плавные повороты просто издле ничего. Либо я это обыграю, либо я снесу и перестрою. Как поведет судьба, так произойдет. Вот. И так же соединяюсь с этой частью города. Так же есть проблемы с соединением. Но чтобы их решить, можно... Короче, некоторые проблемы с дорогами, которые, если мог, не соединяться, я решаю с помощью мода. Род анархи. Почему я говорю все эти моды? Потому что могут спросить. Я просто отвечаю. Избегаю лишних вопросов. Как настоящий мэр этого города. Что? Так, соединяя дворы с предыдущей этой застройкой, решил это все как-то более обыграть. Таким образом, чтобы это было конкретно с этими домами. То есть это квартал старый, можно сказать. Все, соединяю. Ну и здесь, само собой. Как-то хочется халтурить, как-то прям... Как с первого раза соединилось, так и бросить. Но, блин, все-таки не стоит. Замораживаться все-таки, если надо, стоит. И школа сюда. Сразу. Да. Кстати, я с первого сентября. Так, и все, продолжаю этот район. Но немножечко в другом стиле. Это будут уже монотонные дома. Более однотипные, более какие-то однородными. Однородным способом построю. И также вот так вот напротив. Дороги с трамвайкой. Вот это все я ниоткуда не беру. Это чисто импровизация. Как бы все любят, что я строю. Ну, не я, а в принципе, когда блогер строит какой-то район, который... Известный. То есть, бывает такое, что... Берется какой-то за основу района, А там, оказывается, зритель, который живет такой прям... Именно в этом доме, такой вал прям... Точно-точно прям... Увидел, узнал, согласен. Ну, как-то так. Завучивать, хотел сказать, но не суть. И сюда тоже школу. Облагородивать хотел, но потом. Попозже приждемся. И вот этот вот квартал. Надо строить. Здесь я выбрал какие-то пятиэтажки. Такие вот, около поздние. Тоже из одной коллекции. То есть, одноквартальные. Из этого... Из этих кварталов можно строить, можно сказать, целые районы. На самом деле, странно. Смотрится разу с двенадцатиэтажками. Как-то это... Не по... И по порядку. Не по нужному порядку. Который хотелось бы соблюдать. Ну... Если дойдут руки, и вспомню об этом, то исправлю. Обязательно. Или нет. Тут трамвайка будет служить какой-то улицей. Такой вот, около основной для этого квартала. Так сказать, центральный. И... Расставляю дома. Дальше. Наверное, я выбрал пятиэтажки, потому что они сюда будут вписываться рядом с деревней. То, что все-таки... Сама пятиэтажки... Сама идея пятиэтажки недалеко ушла от частного сектора. Потому что часто в деревнях можно увидеть... Ну, в некоторых таких поселках городского типа. Можно увидеть пятиэтажки. Ну, такие вот старые, такие затрепенные. Вот. Все, расставил дома. Все, провожу дворы. Решил как-то вот так вот обыграть. Ну, главное, соединить все дороги с подъездами, чтобы дома соединились и питались от дорог. Дома без дороги не дома. Дороги без домов. Все еще дороги. Так что... Золотое правило. Народная пословица. Вот. В принципе, готово. Ну, еще некоторые детали. Во-первых, озеленить все это. Но здесь я решил как бы... Не озеленеть, а добавить немножечко коммерции. Также магнитики, пятерочки, диксики. Там покупочки, пятерочки. И сюда так же поставил. Ну, и некоторые пустые пространства. Вот еще заметил факт. Можно поставить коммерческую точку внутрь дома. Эта практика распространена по России. И можно этим пренебречь в сети. Так что гайд. Совместил полезно с приятным. Поставил некоторое количество гаражей. И парковочных мест. Чтобы было. Ну вот, все. Так, все получилось. Пока убираю стафоры, можно уже начать прощаться. И завершаться. Вот. Вот это уже общий вид. Вот. И я решил, кстати, немножечко сместить маршрут. Потому что с загруженной точки я решил пустить на другую дорогу. Наверное, у меня это не получится. Так что я это за кадром сделал. Ну, что, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ждите новых серий. Сразу говорю. Следующая серия. Центр города. Все. Общий вид. Все. Всем пока. Ждите новых серий. До свидания. Я уже попрощался. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok